Уехать в отпуск и получить приятный бонус. В России стартовал очередной этап туристического кэшбэка. Участвовать могут все регионы. Главное условие – оплачивать тур-карты МИР. На нее автоматически вернутся 20% от стоимости, максимум 20 тысяч рублей. А для регионов Дальнего Востока при бронировании напрямую возврат составит максимум 40 тысяч рублей. Ограничений по количеству туристов в одной поездке нет. Кроме того, и сама стоимость поездки тоже может быть любой. По информации Ростуризма, на осенний этап программы выделили 3 миллиарда рублей. Бронировать можно с 25 августа до 10 сентября. Уже начинать бронировать буквально на днях. Сама поездка возможна с 1 октября до 25 декабря. Можно бронировать круизы до конца навигации. Ну и раньше было от двух ночей, сейчас от трех ночей. Все хотят, конечно, на море. Этот сезон показал высокие цены, мало предложений. Но как бы вот сейчас активизировались продажи на наш юг, когда цена упала и стала более доступна. У путешествий в межсезонье есть свои преимущества, отмечают представители туриндустрии. Это не только выгодная цена, но и менее загруженные популярные туристические места и более широкий выбор отелей. Появилось много направлений, которые раньше были, ну, как бы, мало развиты. Ну, тот же Алтай. Я встречал чартерные рейсы на Алтай, на Байкал, Карелия. Калининград сейчас стал популярным, потому что у многих Калининград ассоциируется только как экскурсионные направления, но там есть полноценное море, это Балтика. Одним из самых популярных направлений сейчас является Северный Кавказ, особенно Дагестан. Он стал этим летом лидером по росту турпотока среди экскурсионных направлений в стране. По оценкам туроператоров, в этом году выросла популярность комбинированных туров, в рамках которых туристы посещают, например, Петербург и Карелию, Москву и города Золотого кольца, Дагестан и Чечню. Аэропорт Курумач, кстати, в сентябре возобновляет рейсы из Самары в Махачкалу. Первый рейс в столицу Дагестана запланирован на 10 сентября. Набирают популярность в России и путешествия на поездах, железнодорожные круизы. Купе оборудованное как отель, полностью со всеми удобствами, шикарной мебелью, обстановкой. Конечно, они дешевые, но вот можно будет так путешествовать, например, выезжая ночь в дороге находиться, а днем в определенных городах будут уже какие-то экскурсии. Есть из Ростова-на-Дону, но в основном из Москвы. Из Самары пока таких нет. Для самарцев, которые предпочитают отдых за границей, остается не так много вариантов с прямым вылетом. Многие путешествия придется организовать с пересадкой в столице. Из Самары, как всегда, лидирует Турция за границей. Египет начинается с сентября, из Самары прямые рейсы, Эмираты. Все остальные направления будут через Москву. Ну вот, могу порадовать наших туристов. Открыты вылеты уже в Таиланд с осени, из Москвы, естественно. Но факт тот, что уже они открыты, несмотря на то, что это будут регулярные рейсы. Обменен в Тай-Пас, так сказать, анкета, которая сложно заполнялась, не всегда подтверждалась. До 30 дней пребывания, безвизовое пребывание в Таиланде. Примерные цены, ну, порядка 90-90 тысяч на человека. Тем временем российские туроператоры готовят авиамаршруты на курорты Карибского моря и Юго-Восточной Азии через Турецкую Анталию. Обсуждают организацию прямых рейсов из разных городов – Самары, Екатеринбурга, Минеральных вод, Сочи, Новосибирска. Сначала в Турцию, а оттуда на Карибы, в Таиланд, Вьетнам и другие страны. Сейчас добраться до Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии почти невозможно. Поездки в Доминикану через Анталию уже есть в продаже. Стоимость туров – от 368 тысяч рублей за двоих на две недели. Сюда входит одна ночь в Анталии, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полете. Зато, по информации представителей туркомпаний, дешевле всего россияне могут отдохнуть этой осенью в Абхазии. Недельная путевка в сентябре обойдется примерно в 26 тысяч рублей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События.